В пятницу утром в результате столкновения пассажирского автобуса с легковой машиной пострадала 16-летняя девочка, которая ехала пассажиром в меньшем автомобиле. Митсубиши ЕК-вагон управлял 31-летний мужчина, который утром решил подработать извозом и взять пассажира. До места назначения юная хабаровчанка не доехала буквально несколько метров. Авария произошла в тот момент, когда водитель уже сворачивал во двор нужного дома. Девочка ударилась головой. Для более тщательного осмотра ее отвезли в травмпункт, после чего, не найдя причин для госпитализации, отпустили. В Богдане 83-го маршрута находились порядка 15 пассажиров. Им помощь медиков не потребовалась. Шофер автобуса до последнего был уверен, что является стороной потерпевшей. Мужчина изрядно фраппировал полицейских рассказом, что ехал по дороге с односторонним движением. Таковой она уже не является с лета. Но для регулярно ездящего здесь водителя это, похоже, стало новостью. На встречную часть дороги мужчина выехал, чтобы объехать небольшой затор, образовавшийся перед светофором. Оппонент, ехавший впереди, сорвал этот план, когда начал поворот налево с крайней правой полосы. Вторая полоса была свободна, поскольку горел еще зеленый цвет по улице Королева. Я думал, проеду, объеду поток и перестроюсь на первую полосу. Проехал, вышел на обгон, маленько начал ускоряться. Товарищ водитель таксиста маневрировал так незаметно, сразу же во дворы попытался повернуть налево. Инспекторам хватило минуты, чтобы развеять иллюзию уроженца Киргизии. Они доходчиво объяснили иностранцу, что объезжая пробку, он перестроился не во второй ряд, а на встречную полосу. Его оппонент же совершал поворот по правилам. Более того, водитель маршрутного такси обгонять никого не имел права, поскольку делать это на пешеходном переходе запрещено. С места происшествия Мария Дедова и Андрей Алферов.